В Южно-Сахалинске проходит серия просветительских мероприятий для детей. Цель уроков – развитие у дошкольников устойчивую привычку следить за личной гигиеной и своим здоровьем. Проект организует островной центр медицинской профилактики. Одно из последних занятий прошло в детском санатории областного центра. Подробнее в следующем сюжете. Дошколята внимательно слушают специалистов и отвечают на простые вопросы. Что такое кариес? Для чего и как часто следует чистить зубы? Лекторы заранее подготовились и подают информацию в игровой форме. Здесь плюшевый персонаж – розовая пантера, он же тренажер. А рисование – способ научить ребенка правильно пользоваться зубной щеткой. Очищаем зубы верхней челюсти, как будто рисуем небо. Сверху вниз, сверху вниз. Много движений, выметающих движений для того, чтобы почистить весь мягкий зубной налет. Специфическая манера преподавания урока гигиены, говорят специалисты, работает. Дети быстро и легко запоминают движения, а главное – осознают важность процедуры, которая должна войти в их распорядок на всю дальнейшую жизнь. Она направлена в первую очередь на развитие устойчивого навыка у детей правильного ухода за полостью рта. То есть с раннего детства. Мы приучаем детей не просто чистить зубы, а чистить зубы качественно, бережно счищая мягкий зубной налет, для того, чтобы не давать микроорганизмам размножаться в полостью рта. В центре медпрофилактики проводят такие занятия регулярно, почти ежедневно. Все уроки являются частью большой программы, разработанной специалистами. Проводим такие мероприятия в детских учреждениях города Южно-Сахалинск. Это наш проект «Здоровые дети – здоровое общество». Это называется «Уроки здоровья». На них ребята узнают о гигиене, общей гигиене, о здоровом образе жизни. В следующие месяцы волонтёры центра продолжат посещать дошкольные учреждения, чтобы обучать детей здоровым и полезным привычкам. Евгений Черомахин, Иван Гамзов, Андрей Лангерман, СОНС-ТВ Продолжение следует...